Делаешь уроки? Сделала? Да. Давай заканчивай уже. Спасибо. Всем привет. Пришли со школы. Макс, ты там кучу, Макс, кучу рассыпал, убирай теперь. Бабуля не пройдет, если будут туда идти. Это приглашение на день рождения, Лиана, 28-го. Да чего меня? А он играет. Я думаю, что он меня кусает? На. Вот. А зачем это? Для маски? Я куртку постирала ей. А у нее в куртке лежала маска и вот с этой вот картонкой. Нет, Макс был в садике. И я постирала вместе с этой картонкой. Так, у меня здесь яйца. Наливаем на сковородку и сверху вот так вот лаваш. Ну, я уже делала это много раз. Кусно было. Так, и теперь я буду сюда сверху сыр. Кусно, 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 кусно. Кусно, 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 кусно. Ксюнька что-то у нас приболела. Теперь берем колбаску и кладем вот так вот колбаску. И бабуля наблюдает. Интересно, да? Конечно. Почему? Я готовила уже. Смотришь, вот так вот. И все. И вот нужно подождать, чтобы сыр расплавился. Ну что, продолжаем. Продолжаем нашу перестановку. В итоге мы решили, что Ксюша останется в этой комнате. У нас проблемка одна есть. Вот этот вот шкафчик нам мешает. Но его нам поставить пока некуда, поэтому придется ставить здесь пока до субботы, скорее всего. В субботу с папой поедем, выбросим его. И стол у нас тоже не помещается никуда из-за него. А сюда мы сейчас шкаф поставим. А сюда мы сейчас шкаф поставим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну все. Пока так оставим. Вот тут. Да? Хомячок там же и остался на том же месте. Выбросим вот этот вот шкафчик и поставим стол к окну. И все. Там одежда летняя. А там эти игрушки. Это все нужно будет... А вот и шесть лет. Да, можно будет разгрузить. До трех? Давай. Ты пишешь шапки? Я английский собрала, чтобы я там... Забыла? Книжки? Вот она теперь с этим рюкзаком. Тебя не слишком много, да, книжек? Нет, потому что мне сегодня немного надо. Завтра утром я... Когда немного книжек, она этот берет. К нам киса зашла в гости. Мама, киса ушла на улицу. Бонь, киса пробежалась. Соседская кошечка. Мячик она хочет играть. Давай. Все нормально? У тебя грязный какой-то, что ли? Да, вот здесь немножко. Постирать нужно. Можешь сахарить? Все? Ну, пока. Маску. Все, пока. Пока ты я. Где Филька? А, вот он, я его не заметила. Филька, играешь? Пока. Холодно? Морозик? Давай. Сиди, сиди, сиди. Не нравится ей. Прям вот так крути ее по стенкам этого. Иди, а тут и тут? Тут и тут, да. Чуть-чуть. Немножко тут красненькое. Будем ждать? Да. Пока что отрицательный тест. У меня было точно так же. Я когда заболела, я сделала тест на второй день. У меня показал отрицательный. Пятый, по-моему, или на шестой день. Через неделю точно я сделала тест. У меня был положительный. Но в школе она сказала, в классе никто не болеет. Поэтому я не знаю, где она могла поймать. Может быть, просто грипп. Какого пацана потеряли? Какого пацана потеряли? Складывает игрушки, поет, сидит. Что? Да уже потеряли эту игру. Все. На этой неделе день рождения у вас. Мы вот даже еще не убрали. Тарики не убрали. Флажочки не убрали. Нет, тарики нет. Что-то вам не ведет совсем, дети мои. Не надо. Кот и так пальму дергает. Ты куда-то собираешься? Куда? Вот, Каролина приходит домой. Куртка валяется. В общем, почитала вчера комментарии под последним видео. Многие не поняли, к чему мы сделали эту перестановку. Толком ничего не объяснила. Что-то как, переехали и все. У меня сильно высыпало. Ужас просто болит как-то все. Вот. В общем, мы так решили, что снова разделим девчонок. Я особо не вижу никакой разницы, где я сплю. В зале, в гостиной, либо в комнате. Потому что в той комнате, где я спала, пользовалась только кроватью. Переодевалась я в другой комнате. Причесывалась, красилась я тоже в другой комнате. Потому что эта комната, она маленькая, шкаф не помещается. И он остался там, где спали девчонки. Как бы в этой комнате я особо не находилась. У меня там моих вещей вообще никаких не было. Поэтому мы решили, что Маргарита опять вернется туда. Ксюшка останется в той же комнате, потому что Каролина не захотела менять. Вот здесь диван у нас очень хороший, очень мягкий, большой. Человек, наверное, опять туда вмещается. Поэтому вообще не доставляет никакого дискомфорта. Я не вижу в этом ничего плохого, спать в гостиной. Тем более, это временно, конечно же, мы планируем найти что-то побольше. Никто никого не ущемляет. Всем удобно, комфортно. По старым влогам видно, что Каролина с Максом очень часто спят на диване. Потому что на нем очень удобно на самом деле. Он очень большой, просторный. А так, конечно, нам нужна квартира побольше, либо дом. Потому что, я так думаю, через пару годиков нам нужно будет разделять Макса и Каролину. Все-таки ей будет уже 10 лет. В будущем обязательно найдем что-нибудь побольше. У каждого будет комната. У меня слева будет комната, где будет стоять и кровать, и шкаф, и туалетный столик. И где будут все мои вещи. Вот тогда мне будет комфортно. Тогда я буду чувствовать, да, это моя комната. Мое личное пространство. Ну, а вот так, знаете, находиться в комнате, где только твоя эта кровать, и больше ничего. И просто стоит там, не знаю, наставленная мебель, которая вообще тебе не нужна и тебе не принадлежит. Так что для меня это не комната. Для меня это просто место для сна, и все. Ксюня сидит, играет. Ей уже немножко получше. Ты решки кушала вкусные? Мне не очень понравилось. Не очень? Сейчас, подожди. Ой, Бончик. Здрасте. Можно к вам? Бонифаций. Бонифаций тут сидит. Ты после душа? Да. Уроки сделала? Да. Я нету. Тебе это одеяло не нужно? Нужно. А что ты его не постелила на кровать? Тебе нужно? Нет, ты его что не постелила на кровать? Потому что мне лень. Лень? Да. Да ладно. А фотки клеить было не лень? Лень. В шахматном порядке. Мы сейчас с папой поедем в магазин. У нас закончились продукты. Вот. Тебе что-то надо? Нет. Нет? Ничего не надо? Ну, хорошо. А тебе что-то надо? Печенье. Печенье? Я всегда беру печенье. Какой сок? С чем сок? Ну, с апельсином. Это мое. Нет, Максу дай. Он же тебе сказал, где шоколад. Мама, я шоколадкую. Он тебе сказал, где шоколад, так что его есть доля. А я достала. А он тебе сказал. Если бы он тебе не сказал, ты бы не нашла и не знала. Хватит. Я хотела его там достать. Я сейчас обратно кирилю. Нет. Я сейчас езжу. Ну, подели пополам. Мы уже выехали в магазин за продуктами. По пути заехали в аптеку. Купить жаропонижающую. Потому что у Ксюши поднимается периодически температура. Особенно ночью. Ночью у него где-то 38,5-38,3. Сегодня мы одни никого с собой не взяли вдвоем. Поехали. Сла вот такие цукини. Кругленькие. Очень вкусные. Клини 30,49 стоит. Вот эти помидорчики тоже хорошие. Вот эти вот. У них шкурка толстая сильно. Вот эти я возьму. Цена, по-моему, 3,49. Картошка 5 килограмм. 4,20. Такая вот. Цветная капуста. 2,49. 2,79 апельсины. Яблочки. Зеленые яблоки. 2,89 килограмм. Вот такой вот хлебушек стоит 1,19. Так, здесь 375 грамм. А вот такой вот большой. 750 грамм стоит 1,79. Это у нас свинина. Получается килограмм 11,98. Крутка индейки, которую я всегда беру. Здесь килограмм. И стоит она 13,99. Вот, например, гауда. Здесь 400 грамм. 2,59. Вот этот вот другой сорт. Эдам стоит 3,49. 400 грамм. Так, молоко сколько у нас стоит? Например, вот такое вот. 2,5 процента. 1,29. Так, масло 3,39. Загрузили. Магазин уже закрыли. Мы самые последние были. Ни одной машины нет. А мы идем такие в развалочку. Спокойненько. Смотрим все уже. Говорят, магазин закрывается. Так. Это я креветки взяла себе сейчас. Перекусить. Что, Гонька убежала? Ну все, прибежит. Нагуляется, прибежит. Ничего страшного. Так, все разбираем. Пакетики. Так, ты не кушала, потому что ты себя плохо чувствовала. Температура опять. Так. 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 Пошли искать Боньку. Я прям в тапочках. Бонни! Я не видела, чтобы она... Я выносила мусор и не видела, чтобы она убежала. А где она может быть? Ты же знаешь, куда она убегает? Она обычно прибегает сразу, поэтому... ...далеко не убежит. Вон она, козявка. И уходит от нас. Бонни, ко мне! Если ты сейчас будешь бегать, она от тебя испугается. Бонни, Бонни, Бонни! Она сейчас в лес убежит. Да не бойся. Что ты боишься? Там уже темно, мы туда не сможем пойти. Все, поймали. Поймали. Хулиганку. Сбежавшую. Это что такое, а, Бонни? Что ты уши поджимаешь? Боишься, да? Что же тебя сейчас накажут? Накажем. А ты куда бы в лес пошла? В лес убежишь и потеряешься, и все. Что-то это... Нету. Рики не выходит что-то. Ты увидела его сегодня? Нет? Вчера тоже. У него все там хорошо? Что-то он не выходил сегодня. Ну, нормально все. Не хочет выходить. Мы тебе еды тут дала. Я уже переживать стала. Что-то он не выходит. Нельзя, говорю. Идем. День ты. Шопка, конючая. Вышел. Вышел, дружок. Привет. Лежать. Лежать. Кисы. Фу. Карапузик, маленький. Иди кушай. Я на пись измерю температуру. Животным, вообще-то, чтобы температуру измерить, в попу градусник суют. Давай. Нет. Это наш градусник, Ксюша. Ладно, все, ребят. Всем пока. Спокойной ночи. До завтра. То есть, не знаю. До следующего влога. Все. Пока.